Сколько процентов из зарплаты и пенсии может удерживать по закону судебный пристав? Как же снизить размеры жемесячных удержаний с 50% до меньшего? И возможно ли такое? И после этого пристав быстро удовлетворил заявление и снизил размеры жемесячных удержаний. Сколько процентов из зарплаты и пенсии может удерживать по закону судебный пристав? Всем привет! С вами на связи Наталья Котряева, арбитражный, управляющий, эксперт банкротств и физлиц, 250 плюс успешных дел. Почему я решила записать видео на эту тему? Потому что многие из граждан не знают, что будет, если они перестанут платить по обязательствам, как дальше они будут выплачивать свой долг. И также это актуально для тех граждан, которые не могут по каким-то причинам инициировать процедуру банкротства. Или нет денег, или по каким-то обстоятельствам они не подходят под процедуру. Или наоборот, кто-то осознанно выбирает не банкротиться и платить свой долг через приставов. Досмотрите это видео до конца, я поделюсь, как минимизировать выплаты по своим обязательствам. А сейчас давайте предположим, что вот у вас есть кредиты, вы не можете их платить, ибо каким-то причинам банкротства не для вас. Что будет? Банк будет просуживать долг, будет судебное решение, где с вас будет взыскан и основной долг, и проценты. Давайте здесь не будем верить чепухе, что кредиты это незаконно, что кредитов нет, или еще какому-то бреду, который периодически возникает в моих комментариях. Я, как правило, на такие комментарии пишу ответом. А вы скажите об этом, когда пойдете в суд, и суд будет взыскивать с вас долг перед кредитором. Господи, что за бред, что кредита не существует? Это то же самое, я вам дала деньги, 50 тысяч рублей по расписке, и потом вы мне говорите о том, что расписки не существует, хотя она вот у меня на руках. И я в любой момент могу пойти и изыскать с вас долг. Резюмирую, основной долг и договорные проценты это законы. Как правило, этот размер обязательств списать нельзя. Да, можно снизить штрафы, пение, иные какие-то финансовые санкции, попросив об этом суд, чтобы суд применил статью 333 Гражданского кодекса. Как несоразмерное начисление финансовых санкций нарушенным обязательством. И вот, решение суда вступило в законную силу, денег исполнять у вас нет. Ничего страшного в этом нет. Если вдруг вы понимаете, что вот есть судебный акт, вы должны 152 тысячи рублей, и у вас нет всей суммы, чтобы исполнить этот судебный акт. Тогда что будет дальше? Ваш кредитор пойдет в службу судебных приставов, и в соответствии с законом федеральным об исполнительном производстве, будет принудительно с вас взыскивать этот долг. Что может пристав по закону? Какой размер как раз пристав сможет с вас взыскать после того, как возбудит исполнительное производство, проведет проверку, не обнаружит имущество и иных каких-то денежных средств? Какой процент? Это не более, подчеркиваю, не более 50% с вашего официального дохода. Заработная плата или пенсия или иные доходы. И да, выплачивать вы будете с вашего дохода, пока не погасите долг. Если вам информация полезна, пожалуйста, поддержите меня, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на мой канал. Я регулярно для вас провожу прямые эфиры и выкладываю полезный контент на тему банкротства и списания долгов. На каком основании пристав сможет удерживать не более 50% с вашего дохода, спросите вы. На основании статьи 99 Федерального закона об исполнительном производстве рекомендую изучить. Не более 50% по следующим требованиям. Это задолженность по кредитным обязательствам, задолженность по ЖКХ, задолженность перед физическими лицами и так далее. Чем я могу быть полезна? Минута рекламы. Я провожу процедуры банкротства под ключ по всей России. Это моя профессиональная деятельность. Я на этом зарабатываю и делаю результат клиентам, полностью списывая с них долги. Процедуры у меня по всей России. С командой я работаю по всей России. Портфолио вам будет направлено после первичной консультации. А также процедуру можно посмотреть на сайте ФРСБ по фамилии Катряева. Там те процедуры, которые я завершила как финансовый управляющий. Далее я обучаю всех желающих юристов и не только нюансам банкротного дела. Если вы хотите начать зарабатывать на банкротстве физических лиц, эта тема сейчас очень актуальна. И в действительности многие должники нуждаются в профессиональной помощи специалистов. И следующую. У меня есть доступные лекции по самостоятельному банкротству. С образцами необходимых документов и списком необходимых документов для возбуждения процедуры банкротства. Если вы хотите разобраться, прежде чем платить с юристом, что такое банкротство, или хотите сэкономить на юристах, самостоятельно провести процедуру, эта лекция вам поможет. Все подробности в описании. Контакты только в описании. Итак, как же снизить размеры жемещенных удержаний с 50% до меньшего? И возможно ли такое? Да, на практике это имеет место быть. Давайте разберемся, как это сделать по закону. Я не говорю сейчас про схемы, как просто не платить приставам, к примеру, за счет соглашения нотариального об уплате алиментов. К примеру, если вы являетесь отцом, у вас есть двое несовершеннолетних детей, то, по сути, вы можете с вашей супругой оформить нотариальное соглашение о выплате алиментов. И все, пристав не сможет удерживать в совокупности более чем 50% с вашего официального дохода. А, допустим, вы договорились о соглашении на 50% от вашего дохода. Понятно, что это эффективно, понятно, что это несправедливо по отношению к кредиторам, понятно, что этот долг не списывает и никак не решает проблему с долгами. Но на практике такое имеет место быть. Честно, я против подобных схем, но делюсь с вами практикой. Теперь, что касается законных оснований. Это актуально для тех граждан, у которых небольшой официальный доход или небольшой размер пенсии. Если после удержания 50% у вас остается менее прожиточного минимума на вас и ежедневенцев при наличии, то у вас есть право подать соответствующее заявление приставу и просить снижение размера ежемесячных удержаний. На каком основании? На основании статьи 446 Гражданского процессуального кодекса. Там указан перечень имущества, который не подлежит взысканию в рамках, в том числе, исполнительного производства. А это прожиточный минимум на вас и на ваших ежедневенцев. И статья 4 Федерального закона об исполнительном производстве, где указан один из принципов исполнительного производства о неприкосновенности минимума имущества. Что нужно сделать, чтобы снизить размеры ежемесячных удержаний? Обратиться к приставу с соответствующим заявлением или лично, или отправить заказным письмом с описью вложения. В заявлении указать все обстоятельства вашего дела и обязательно я рекомендую доказать те обстоятельства, на которые вы ссылаетесь. К примеру, если вы заявление указываете, что у вас официальный доход 12 тысяч рублей и иного нет. Ну и представьте тогда приставу, копию трудовой книжки, что вы устроены именно там, 2 НДФЛ по установленной форме. Что у вас такой-то официальный доход и такие-то отчисления. Что у вас истердивенцы, копия свидетельства о рождении ребенка. Максимум материалов приложите к вашему заявлению. Если вы едете к приставу напрямую, также возьмите с собой копию этих документов и копию заявлений в двух экземплярах. Да, кстати, небольшой момент. Пристав может арестовать ваш мобильный телефон или ценности, которые у вас имеются при себе. Будьте бдительны. Далее, если пристав удовлетворяет ваше заявление, он выносит соответствующее постановление. И я вас поздравляю, будете теперь выплачивать не 50%, а меньшую сумму. Если пристав отказывает вам в вашем заявлении, то также пристав вынесет соответствующее постановление, которое можно обжаловать. Также я рекомендую на примере одной из моих клиенток, она, кстати, сделала это все сама, написала заявление к приставу. Пристав вынес постановление об отказе, клиент написал жалобу в прокуратуру, и после этого пристав быстро удовлетворил заявление и снизил размер жемечных удержаний. Вот так. Поэтому, если пристав отказывает вам в вашем заявлении, у вас есть право написать также жалобу в прокуратуру. Писать жалобу в прокуратуру вы можете параллельно с обжалованием постановлений об отказе вам в судебном порядке. Даже если вы все упустили, даже если вы пропустили срок для обжалования постановления пристава, если вам отказала прокуратура по каким-то причинам, у вас всегда есть право подать в суд общую юрисдикцию, который вынес решение об изменении способа и порядка исполнения решения суда. Там также в суду нужно будет представить доказательства, какой у вас размер дохода, какое у вас есть имущество, что у вас реально нет никакого имущества для погашения, какие у вас источники доходов, сколько у вас рождевенцев и так далее. И уже суд может вынести определение и изменить способ и порядок исполнения решения суда. Такое на практике тоже имеет место быть. Однако и суд может отказать. Почему я в своих видео говорю, как правило, однако, к примеру, практика такая есть? Потому что в одном случае суд может отказать в удовлетворении заявления гражданина, а в другом случае удовлетворить. В разных регионах может быть разная практика, плюс у каждого человека реально свои обстоятельства. У кого-то один ребенок, у кого-то пятеро детей, у кого-то такой доход, у кого-то другой, у кого-то там иные какие-то обстоятельства дела. Поэтому здесь я говорю примерно. На практике я и моя команда помогали гражданам снизить размеры жемечных удержаний. Снижали разными подходами при разных обстоятельствах дела. Поэтому если вы не хотите разбираться самостоятельно и видите, что у вас есть основания, чтобы снизить размер жемечных удержаний, а именно, что после удержаний у вас остается менее прожиточного минимума, то я и моя команда можем вам об этом помочь. Контакты в описании, консультация бесплатная. Мой вам совет, не бойтесь пристава как огня. Это такие же люди, у них, как правило, тоже есть свое отношение к кредитам, у них есть свое отношение к кредиторам, к кредитным учреждениям. Да, у кого-то есть свое отношение к должникам, но у вас тоже есть права. Это не значит, что вы являетесь должником, что все, вас можно унижать, принижать и так далее. Нет, боритесь за свой прожиточный минимум, боритесь за свои права. Ходите, подавайте заявление, обжалуйте действия, пишите в прокуратуру. кто кроме как не вы реально заинтересован в решении ваших проблем если видео вам было полезно поддержите меня поставьте лайк подпишитесь на мой канал следите скоро выйдет следующее видео и как правило раз две недели я провожу прямой эфир выкладываю информацию в сообществе до встречи в следующем видео а